Доброе утро! 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 Укрепления были сделаны по историческим чертежам. Сымитированы именно немецкий берег. Это та сторона, которая была занята именно немцами, наш оккупированный город. То есть это сторона Сажа, которая находилась со стороны Гомеля. А с противожной стороны, с той стороны, мы имитируем тот уже берег, который был занят Красной Армией. Со стороны ветки вот этого направления. Здесь события рассматриваются с 10 ноября по 25 ноября 1943 года. Листопад – традиционный месяц проведения студентских конкурсов першокурсников. Своясабливое хрешение сцены и новоспеченные студенты прошли уже омаль во всех ВНУ. Учерговый раз веселый студентский конкурс прошел и Белорусским Ганлево-экономичным университетом с поживецкой кооперацией. ВИВАТ ПЕРШОКУРСНИК Одно из самых популярных мероприемцев у сяродноученцев у всех курсов университета. Подтверждение этому неводное пустого месяца у зале. Конкурс першокурсников на старте великого студентского життя. Судовная нагода не только продемонстровать сталинта и заявить про себя, а лей сгуртоваться. С каждым годом конкурс «Свято ВИВАТ ПЕРШОКУРСНИК» набирает темп, з'являются новые идеи и свои разыночки. Вот и в этот раз концертно-конкурсная программа прошла под бурные овации глядашоу. ПЕРШОКУРСНИКИ КОЖНЫ ПА СВОЕМУ старались уразить в журы, и темы на сцене вздымались самые ростные. Выбор был не с простых. Одна конкурс, есть конкурс, и Кубок Пераможцы в этом годе отримала команда Уликово-финансового факультета. Первокурсники обычно очень активно в этих процессах участвуют. И, что очень важно, у нас прекрасная возможность узнать, чем они живут, что их интересует, и узнать их внутренний мир. Они самовыражаются, они доносят до нас какие-то свои основные идеи, и мы видим, в каком ракурсе над ними нужно работать дальше. Важно выявить их таланты и пригласить их в соответствующие наши творческие коллективы. А у нас достаточно известные, продвинутые творческие коллективы, даже свой народный театр. У Палаца Румянцевых и Паскевишев открылась юбилейная выстава талиновитого белорусского мостака Валентина Покаташкина. Назва выставы – «75. Дети. Творчасть. Каханья». Абрана Невыпадкова. У ее закладены галлоны и житевые ориентиры аутара, которые и натхняют его на творчество. Валентин Покаташкин – ведомый живописец и заслуженный наставник Республики Беларусь, который выхавал некольки поколений у поспеховых майстров и сейчас активно протягивает работать с молодью. Аутар с детства отшувал мощную тягу до мастатства и невытлумачальную совесть с светом пригожего. И он скончил Минское мастатское училище имя Глебова, отримавшись за годы учебы веды, навыки и умения, необходные для досягнения самых высоких творчих вершинев. Дарыч и имя удалейшим он будет охотно делиться с пашинающими мастаками. Валентин Покаташкин ведомый не только как выховальник творчей молоди, а и как мастак с разностайным творчим диапазоном. Индустриальный или рыжный пейзаж, люди працы, прыгажость и притягальность родной Беларуси. Вось основные мотивы живописных творов, проставленных на выставе у Палаца Румянцевых и Паскевича. Валентин Покаташкин, шмат подорожнейшев и выникам его поездок, заявились мастатские работы, обугульненные выразностью живописного поширку аутеров с получения с тонкой передачей его настроев и душенных переживаний. На этой выставке представлена творчество Валентина Петровича Покаташкина различных лет его жизни, начиная с 1975 года и заканчивая нашим 2015 годом. Чернобыльская тема немного особняком стоит, религиозная тема – это две работы «Хлебносущный» и «Мой дедуля-старовер». А вообще он любит пейзаж и отдаёт предпочтение именно этому жанру своём творчестве. У Гомеля завершился открытый шампионат в области по фехтованию. За узнагороду в особистом и командном заликах замагались спортсмены из всех регионов Беларуси. За споборницами мастеру шабли и рапиры сошил Максим Савин. Шампионат проходил у комплексного центра Олимпийского резерва. До споборницов господары подрехтовались добро. Тем больше, что конкуренция серьезная. 150 удельников, все роды мастеры, кандидаты в мастеры спорту. Но особистым залик у Гомельчани не однойче поднимались на пьедестал гонору. Яна Андреенко выиграла с поборництвы рапирысток. В финале она перемогла Менчанку Александру Хмельницкую. Но этот поединок был для чемпионки не самым складанным. По финале соперником была ее сестра Ганна. Мы с ней встретились за вход в двойку, за вход в финал. Но этот бой был даже тяжелее, наверное, чем за первое место, потому что все-таки сестра. Всегда вот так вот тяжело. Но это самый такой тяжелый момент, когда именно с сестрой встречаемся. Фехтование в Гомельской области развивается с 2008 года. Но областным комплексным центром Олимпийского резерва займается больше за 60 спортсменов. Яны завоевываются в нагороды не только на республиканских стартах. Семь выхованцев выходят в склад национальной сборной. Недавно мы приехали с ТАПа Кубка Европы среди кадетов. Девочки заняли в составе сборной Беларуси, в командных соревнованиях заняли третье место. И отобрались таким образом на чемпионат Европы. Максим Савин, Игорь Марышенко, Телерадоя компания «Гомель». И на этом по колюсе за развитием падей сашите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До побачення. Субтитры подогнал «Симон»